Как не есть ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее видео, которое у меня уже давно не выходило на канале. Всё только папочки да пиксель моды. Ребята, если вы соскучились по таким видео, то пишите в комментарии, конечно же ставьте лайки, потому что сегодня, ребята, мы будем делать обзор на новую версию Майнкрафта. Кто не знает, последняя версия Майнкрафта это 1.10, то есть 1.8, 1.9, 1.10. А сейчас, ребята, выходит новая версия 1.11. И сейчас, ребята, смотрите, на каком снэпшоте мы находимся. Это пока что 1.10, потому что мы будем сравнивать новый снэпшот с 1.10. Посмотрим, какие изменения нам принесли разработчики Майнкрафта. Именно сейчас новая система голода, новая система восстановления здоровья, изменения в крипере, некоторые баги, многое, ребята, другое. Поэтому, если вы хотите видеть подобные ролики как можно чаще, не только папочку пиксель мод, ребята, ставьте лайки, наберём 5000 лайков. Я, конечно же, вас всех пойму и продолжу записывать вот такие обзоры новых версий, многие другие карты, без модов и многое другое, если вы соскучились по этому делу. Поэтому, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, делитесь этим видео, зовите своих друзей и, конечно же, пишите что-то интересное в комментарии. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Да, ребята? А сейчас мы будем приступать к самой версии Майнкрафта. Что изменилось? Изменена система восстановления здоровья и также голода. То есть, в какой-то степени новая версия Майнкрафта 1.11 стала тяжелее, но в какой-то степени лёгче. Давайте, ребята, мы всё рассмотрим подробно. Давайте мы проведём некоторые эксперименты. В первую очередь, давайте, знаете, что посмотрим? То, что в версии 1.10 нету спавна такого моба, как Хаск. То есть, такого моба просто-напросто нету. Мы даже не можем заспавить его через Самон. Допустим, Хаск, да? Нету такого. В Майнкрафт нету вообще никакого Хаска. Но в версии он опять обратно был добавлен. Как видите, давайте, ребята, ещё раз посмотрим. Тут нету спавна летучей мыши, нету спавна пещерного паука, нету спавна гвардин... Гвардин... Обычно есть, но там ещё какой-то другой есть. Я не помню, ребят, какой. Но другого нету. И визер... Визер скелетона тоже нету, ребята. А в новой версии это всё есть. Я потом, ребята, вам всем докажу. Но сейчас давайте мы будем рассматривать новую систему голода. То есть, в новой версии Майнкрафта 1.11 голод тратится намного меньше. То есть, сейчас... Я не знаю, в какой-то, ребята, это степень... Знаете что? Про каждое изменение пишите в комментарии. Мне будет интересно почитать ваше мнение и узнать, что вы думаете о новой версии Майнкрафта. Потому что, ребята, это действительно очень странно. Сейчас вам не нужно будет столько еды, чтобы восстанавливать здоровье. Мы помним все, мы любим все Майнкрафт, когда мы выращивали кучу... Когда мы делали кучу ферм... Так, давайте я пока вернусь сюда. Пока... Когда мы делали кучу ферм всякими там картошками, морковками, ребята. Выводили очень много животных и многое другое. Сейчас, ребята, в новой версии Майнкрафта вам хватит 10 яблочек, чтобы прожить в Майнкрафте 10 дней. И вообще больше ни разу не перекусить. Я не знаю, ребята, хорошо это или плохо. Но давайте мы всё подробно рассмотрим. В первую очередь, ребята, что бы я вам хотел показать, это как тратится голод от того, что вы кого-то бьёте. Бьёте противника или ещё кого-то. Как видите, тут у нас есть куча големов. И давайте мы посмотрим, сколько ударов нам нужно будет нанести, чтобы... У нас, допустим, снялся один голод, да? Вот это одна куриная крылышка. Давайте, ребята, мы сейчас посмотрим. Начинаем вот так. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Уже пол нету. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как видите, мы уже убили двух големов. И у нас 29. 29, ребята! То есть, ровно 29 ударов и 2 убитых голема, это у нас одно куриное крылышко, да? То есть, будем называть один голод. Хоть это глупо звучит, но всё же будем называть один голод. То есть, 29 ударов, один голод. Это в версии Майнкрафта 1, ребята, точка 10. В принципе, это мы всё запомнили. Потом протестируем в другой версии, точнее, в новой версии Майнкрафта. Сейчас, ребята, давайте мы ещё что посмотрим. А знаете, вот у нас тут есть некоторые эксперименты. Но давайте мы посмотрим. У меня тут есть небольшой такой спринт на 100 блоков. Давайте мы посмотрим, сколько у нас голода пропадёт после того, как мы пробежим вот такой небольшой марафончик. Давайте, ребята, мы будем вот так бежать. Я даже буду текать вот так-то спей, чтобы даже подпрыгивать, чтобы у нас снимался голод как можно быстрее. Вот давайте, ребята, вот так. И, как видите, у нас снялся только полтора. Давайте обратно, ребята. То есть, ещё 100 блоков. 200 блоков и посмотрим, сколько голода у нас ребята снимут. Как видите, уже офигеть, просто офигеть, как он быстро тратится То есть, смотри, я даже уже спринтить не могу, я просто бегаю и прыгаю Я просто бегаю и прыгаю, ребята То есть, за 200 блоков у нас снялось 8 голода 8 голода за 200 блоков, это, ребята, офигеть как много Это просто офигеть как много Мы посмотрим, что у нас будет в следующей, ребята, версии Но, знаете, что бы я хотел вам, ребята, сейчас показать? Итак, сколько у нас снимут голода, если мы съедим вот эту отравленную золотую рыбку Давайте, давайте хотя бы я немного себе голода убавлю Хотя бы половину вот этого голода, чтобы посмотреть, сколько же действительно у нас заберут с помощью вот этой золотой рыбки Вот, ребята, ровно половина голода, которую я смог себе убрать Давайте, ребята, сейчас мы съедим вот эту золотую рыбку и посмотрим Сколько у нас снимут голода Это у нас голод третьего уровня И давайте посмотрим, сколько у нас его пропадет Уже одно, два, сейчас будет два, и у нас ещё 4 секунды Две, одна, два с половиной, три, даже три, ребята Три голода мы сняли с помощью золотой рыбки в старой версии Майнкрафта, то есть 1.10 Нужно это, ребята, всё запоминать, потом мы вернёмся, точнее, потом пойдём в новую версию И там посмотрим, насколько же это всё улучшилось или ухудшилось Да, у нас до сих пор фигачит вот этот поизон, но ничего страшного, ребята Сейчас мы будем испытывать зелье, которое будет наносить нам урон И посмотрим, сколько урона нам оно нанесёт, сколько здоровья успеет восстановить Насколько быстро оно успеет его восстановить, и также сколько голода оно у нас заберёт Ребята, сейчас мы вернёмся Ну что, ребята, давайте приступим Мы пьём вот это зелье урона второго уровня У нас отнимает ровно 8 сердечек, и генерация, регенерация пошла Давайте посмотрим, как долго она будет проходить, и сколько за всю регенерацию у нас могут отобрать голода Уже пол Пол голода пока что Одно, то есть один голод Полтора, мне кажется, два, ровно два будет, да? Да? Да, давай, 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 пожалуйста, быстрее Ха, как-то оно остановилось Как ни странно То есть, ребята, у нас отняло 8 сердечек, чтобы отрегенерировать 7,5 сердечек, нам нужно полтора голода То есть это, ребята, всё нужно запомнить, мы это всё запомнили Больше у нас вроде тут ничего важного нету Это версия, ребята, Майнкрафта 1.10.2 Мы всё запомнили Сейчас, ребята, перейдём в новую версию и посмотрим, какие же изменения произошли вот там Ну что, ребята, вот мы на новой версии Майнкрафта, а именно будущей версии 1.11 А снэпшота 16W33A И давайте, ребята, мы посмотрим, какие же изменения тут произошли Как я говорил, да? В версии 1.10 не было Хаска Тут, ребята, яйцо Хаска есть И, как я говорил, не было яйца спауна Летучей мыши, Блейза, Пещерного Паука Не было Визера, да? Не было Визера, скелетона Сейчас он есть И также ещё кого-то не было И Гвардина, да? Какого-то не было Да, Элдер Гвардина не было, а обычного было Как видите, тут оно всё есть То есть, в новой версии Майнкрафта Эти яйца спауна решили вернуть Не знаю, зачем они их убирают, возвращают Но всё же, ребята Сейчас, как обычно, давайте приступим к новой системе Восстановления здоровья и также голода Давайте мы посмотрим Если мы хорошенько помним, чтобы снять Одну единицу голода Нам понадобилось 29 вот таких ударов И убить два железных голема Три Один, два, три Вроде четыре было Давайте посмотрим, сколько сейчас понадобится Пять Шесть Двадцать шесть Двадцать семь Двадцать восемь Двадцать девять Мы уже подошли к той отметке На которой мы были На предыдущей версии Майнкрафта Тридцать И я уже убил одного железного голема Тридцать Один Два Три 47, 48, 49 50 Я уже убил 3 железных голема 51, 2, 3 4 железных голема 61, 62, 63 65 5 железных големов 64 Офигеть, то есть ребята, мне даже нет смысла дальше это продолжать Что-то считать, потому что как видите Я уже убил где-то 7 Спасибо криперок Ну в принципе, как видите, мне даже нет смысла дальше продолжать Вот это все считать, потому что вы сами все заметили 29 ударов И 2 убитых железных голема Это у нас снимало 1 единицу Да, 1 единицу голода В предыдущей версии, как видите Тут я убил где-то 7 големов Нанес где-то 65-70 ударов И у меня полный голод То есть ни 1 единицу голода у меня не забрали Ребята, новая система Сейчас вам 1 стейк хватит, чтобы прожить 1 неделю Мне кажется, это немного хуже Потому что сейчас никто тупо не будет Сейчас 35% Майнкрафта потеряет смысл Вам не нужно будет делать кучу ферм Морковки, картошки, пшеницы И многого другого Вам не нужно будет разводить кучу свинины Кучу коров Кучу кого еще там В принципе, всех, ребята Всех животных Вам сейчас они просто не нужны будут Потому что вам полстака картошки Хватит на все прохождение Майнкрафта До тех пор, пока вы не убьете Эндера, дракона Не знаю, ребята Мне кажется, это немного глупо Это немного глупо Но как вы помните, ребята Мы пробежали 200 блоков И у нас отнялось 8 Да, 8 единиц голода Давайте посмотрим, как будет сейчас Ребят, побежали Побежали 100 блоков туда И ровно 100 блоков обратно И посмотрим, сколько единиц голода У нас отнимут в этот раз Как видите, пока что 0 0 Давайте обратно 100 блоков мы уже пробежали Давайте, ребята, обратно Бежим Я, если честно, не замечаю пока что никакой разницы Во, немного пошло Пол Один Полтора 8 голода против полтора голода 200 блоков на старой версии Майнкрафта У нас отняло 8 голода На новой версии Майнкрафта только полтора Сейчас вы, в принципе, можете бегать практически бесконечно Вы будете бегать туда-сюда Представьте Sky Wars Представьте Hunger Games Представьте Bad Wars Это глупо Потому что ваш противник может от вас Убегать бесконечно Как мы играли всегда в Hunger Games Мы догоняли противника Все бегали на одинаковой скорости Если у него там Он начинал голодать Он останавливался, чтобы что-то покушать Мы как раз его догоняли И били его в спину, пока он кушал Сейчас этого просто-напросто не произойдет Потому что он даже не будет останавливаться, чтобы покушать Он будет просто вечно от вас убегать Это, ребята, очень глупо сделано Очень глупо сделано, честное слово Сейчас, ребята, давайте мы еще что посмотрим Что у нас еще осталось? А съесть вот эту рыбку И так... Ах, ты откуда стреляешь? Ну давай стрельни еще раз Еще раз, давай еще раз Разочек Опа Чтобы просто полгода мне нужно, чтобы у меня отняли Еще раз, пожалуйста Они там друг друга дрючат Ну, ладно, ребята В принципе, что нам еще осталось? Кушать рыбку Вот, замечательно Скушать рыбку И также Что? Из зелья Вот, заразы Почему вы у меня отобрали намного больше, чем мне нужно? Ёханы и бабай, а? Вот, ребята, я потерял ровно половину голода Давайте, ребята, скушаем вот эту золотую рыбку И посмотрим Вообще Ни хрена не произошло Ты что, издеваешься? А почему меня она не отравила? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Почему? Ребята, мне кажется, что в новой версии Мэткрафта эта рыба вообще не работает. То есть, в новой версии Мэткрафта она вообще вас не отравляет. Она просто-напросто обычная рыба, которая вас кормит. Я, если честно, этого даже не знал. То есть, ребята, мы открыли то ли небольшой баг, то ли просто, не знаю, новую фишку новой версии Мэткрафта. Золотая рыбка больше, ребята, вас не убивает, не отравляет и не кидает вам голод, а просто вас лечит, как обычная рыба. Ребята, фиг его знает Фиг его знает, что разработчики Майнкрафта сейчас мутят, кала мутят Но факт есть фактом Мы сейчас на себе это все попробовали И ребята, последний эксперимент Это выпить зелья урона Выпиваем Как мы помним, снимает 8 единиц здоровья И как было Мы восстановили 7,5 единиц здоровья И у нас пропало сколько? Я не помню, если честно Сколько у нас пропало единиц голода Но вроде тоже было дофига Давайте, ребята, сейчас посмотрим В новой версии Майнкрафта, по идее, восстановление здоровья намного сложнее То есть оно происходит намного сложнее Как вы видите, восстановление здоровья практически остановилось вот сейчас То есть в предыдущей версии Майнкрафта оно доходило практически до конца Полсердечка не хватало до полной регенерации Сейчас, как видите, оно просто остановилось Оно просто, ребята, остановилось Сейчас восстановление здоровья будет происходить очень Очень, очень туго Вам нужно с собой носить то ли зелье восстановления, то ли, ну, зелье лечения Или просто-напросто очень много еды Потому что каждый раз, когда мы кушаем, восстанавливается... Восстанавливается... Да Да, небольшой такой процентик восстанавливается здоровье Но не всегда, ребята Спустя сколько-то там единиц здоровья Оно все останавливается и вам нужно опять что-то кушать То есть до конца оно не происходит Ребята, странно, небольшая система вот этого всего восстановления здоровья, голода Если честно, она мне не совсем нравится Но, ребята, знаете, что еще изменилось? А, ну, в принципе, как обычно, они поправили там небольшие баги в Майнкрафте Но самое главное, ребята, это изменение скриперами Изменение скриперами Давайте мы очистим свой инвентарь полностью и посмотрим, что же произошло с скриперами А именно, ребята, именно, давайте я вам сейчас быстренько покажу Сейчас при взрыве... Знаете что? Я помолчу и просто, просто вам наглядно покажу, что произойдет Давайте мы возьмем... Давайте мы возьмем... Вот это Дождик, дождик, дождик Возьмем зелья удачи Возьмем зелья огненного сопротивления Возьмем... Что еще можно взять, ребята? Что там еще есть? Стрэндж Давайте возьмем стрэндж Где оно? Вот это И давайте еще возьмем... Я не знаю, что там еще есть Какие там, ребята, еще зелья есть? Давайте возьмем, допустим, вот это Липпинг, то есть, чтобы быстро... Ну, чтобы высокопрыгать И... 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 И давайте возьмем невидимости Вот Это все... Нам нужно не лингеринг, а нам нужно сплэш, ребята Сплэш Ин... Визибл Вот, замечательно Давайте включим гейн И сейчас, ребята, смотрите, что произойдет Твою мать, не то включил Таймсет 1 Вот так, ребята Допустим, мы спауним крипера, да? Мы спауним крипера Если мы у него кидаем зелья А... Пригучести Он, в принципе, в какой-то степени им отравляется, да? То есть, на него было наложено зелье пригучести Но если мы убиваем вот этого крипера Крипер взрывается И на вот том месте, где он взорвался Он оставляет вот это зелье пригучести Как видите, оно нам действительно далось на какое-то время И сейчас оно, ребята, уже пропало То есть, если мы зарядим крипера каким-то зельем Потом убьем вот этого, вот это Ну, вот этого крипера То он на том месте оставит эффект вот этого зелья То есть, ребята, давайте мы быстренько посмотрим 1, 2, 3, 4, 5 Допустим, в этого кинем вот это Ну, да, он стал невидимым, но все же В этого кинем вот это В этого, вот это В этого Я сказал, вот это И давайте еще одного заспауним и кинем вот это Взорвем сейчас вот этого Вот этого Вот этого Кто тут еще есть? И вот это Как видите, тут у нас одно зелье, тут у нас другое зелье, тут у нас третье зелье И тут у нас четвёртое Тут у нас пятое То есть, ребята, на каждом месте остаётся своё зелье А что мне интересно, вот сейчас, ребята Можем ли мы суммировать вот это всё зелье? То есть, кинуть в одного крипера все эти эффекты И поработают ли они на него, то есть, в сумме Давайте, ребята, мы посмотрим Один, два, три, четыре Давайте ещё раз вот это кинем Давайте ещё раз, я сказал, вот это кинем И давайте сейчас, ребята, его убьём Давайте быстренько молочко выпьем У меня зелья сейчас нету Становимся сюда И да, суммируется Сколько бы вы зелени выкинули на одного крипера Если вы его убьёте, то он также выплюнет на вас обратно вот эти все зелья То есть, это, ребята, новая фишка в Майнкрафте, связанная с криперами Не знаю, круто это, не круто Может, это понадобится в каких-то мини-играх Но мне кажется, в ванильном Майнкрафте это вообще бесполезно Потому что никакой здоровый человек не будет кидать в крипера зелья Потом его убивать и забирать себе вот этот эффект Зачем? Если вы просто можете кинуть себе под ноги то самое зелье И просто получить тот самый эффект Зачем страдать? Зачем мучиться искать крипера? Отравлять его зельем? Убивать и забирать эффект? То есть, вообще, турдом какой-то Но, ребята, это новая версия Майнкрафта Разработчики всё мудрят, мудрят, мудрят И продолжают мудрить Круто, не круто, ребята, решайте всё Вы пишите ваше мнение в комментариях Я его обязательно прочитаю На самый интересный комментарий Я, конечно, отвечу Ребята, большое спасибо за просмотр Ставьте лайки, набираем 5000 лайков Я сразу же выпускаю новую серию с обзором Новой версии Майнкрафта Если она, конечно, выйдет То есть, новые снэпшоты, новые версии, ребята Если вы, конечно, хотите это всё продолжать смотреть Также, ребята, подписывайтесь на мой канал Каждый выпуск для меня, как друг Приглашайте своих друзей на мой канал Делитесь этим видео И, ребята, ребята, всем большое спасибо за просмотр Ещё раз Вы большие молодцы Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok